Здравствуйте! В эфире итоговая программа Вести события недели с обзором основных событий уходящих 7 дней. В студии Светлана Литвинова и сейчас коротко об основных темах выпуска. Мы ласковые, нижние, но все равно это зверь. Трагедия на лесной поляне. Как бороться с дикой модой на диких животных? Каждый хочет стать, видимо, маленьким Тиндубровским. Сто лет бездорожья, разве что по старой колее, можно было до Нижний Халп добраться. Эта дорога становится дорогой краевого значения. Теперь по новой дороге пошли первые автобусы. Есть дешевые тарифы, но по ним нет мест в этих подклассах. Картельный сговор и почему нет дешевых билетов. Антимонопольная служба проверяет обоснованность высоких авиатарифов. Страдают потребители, а перевозчики получают дополнительные доходы. Я позади Агустрелец, да еще в год лошади родилась, а там все сказано. Огненный, стремительный, работающий. Есть женщины в русских селениях. Она и ячмень в поле вырастет, и коровник построит. Подробнее об этом чуть позже, а сейчас о главном мировом спортивном событии недели. В Хабаровске стартовал второй этап Гран-при по волейболу. Перед зрителями своим мастерством блистают женские волейбольные команды России, США, Кубы и Казахстана. В эти минуты в Платинном арене начался интереснейший матч между Россией и США. А накануне на площадке встречались сборные команды Кубы и США. Победили американки со счетом 3-1. А в следующем матче россиянки в трех партиях обыграли дебютанток турнира спортсменок сборной Казахстана. Таковы первые итоги первого дня мирового Гран-при. Впервые соревнования столь высокого уровня проводятся в России. Право на проведение игры получил Хабаровск. Всего в соревнованиях принимают участие четыре команды. И сегодня в нашей студии главный тренер волейбольного клуба «Самородок» заслуженный тренер России Виктор Бардок. Среди его воспитанниц немало известных спортсменок. Среди них игрок команды сборной России Марина Акулова. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте. Итак, как Хабаровск воспринял приход большого волейбола в краевую столицу? Какая атмосфера царит в эти дни в Платинном арене? Для нас очень приятно, что впервые в России проходит Гран-при именно в нашем городе, в Хабаровске. Это большая заслуга в первую очередь руководителей спорта, которые не побоялись проведения таких крупных соревнований. Атмосфера очень прекрасная. Все службы готовы. Народ садится на свои места. Все места заняты в зале. Все места заняты. Я надеюсь, матч будет очень интересным. И большой интерес вызывает этот турнир. Здесь собрались очень сильные команды. Действительно, Виктор Николаевич, несколько слов о том, что же такое Гран-при. Чем отличается он, к примеру, от Чемпионата мира? Каков статус соревнований? Статус этих игр очень великий. Приравнивается к Чемпионату мира. Это после Олимпийских игр Чемпионата мира и Кубка мира сразу идет этот Чемпионат Гран-при. Каким образом команды попадают? Участвуют составы, участниц. Не имеют права приехать на эти соревнования, например, вторыми составами. Выступают только лучшие игроки. Не имеют права пропустить эти соревнования и главные тренеры. В случае сразу последует наказание. Действительно, Гран-при впервые проводится в России и впервые в Хабаровске. На Ваш взгляд, каково значение этого события для нас все? Изменится ли отношение к волейболу и, в частности, станет ли этот вид спорта более популярным у нас в крае? Я считаю, что наша команда «Самородок» на сегодня очень значима в городе. Это единственная женская команда, которая выступает и выступает очень хорошо. В прошлом сезоне мы заняли третье место, добились выступления в Европейском кубке. И я думаю, после проведения этого этапа Гран-при еще больше будут приходить дети заниматься волейболом. Виктор Николаевич, среди Ваших воспитанниц действительно много именитых волейболисток, звезд волейбола. Среди них Марина Акулова. А кто еще из Ваших сегодняшних подопечных мог бы претендовать на попадание в сборную России? В прошлом сезоне уже чемпионкой мира стала также Наталья Куликова. К сожалению, в этом году она не попала в сборную. Я думаю, что она еще туда должна попасть по своей игре, по тому мастерству, которое она показывает, по своей отдаче в тренировках. Я думаю, что она все равно попадет и, возможно, попадет даже на Олимпийские игры. Также принимает участие Анна Макарова. В составе сборной она проходит подготовку, но, к сожалению, сегодня она не может играть, потому что еще нет разрешения в ИВБ участия за сборную России, так как она только год назад стала гражданкой. Виктор Николаевич, мои спортивные коллеги заметили, как Вы с большим интересом наблюдали за тренировкой кубинок. Почему? Хотели бы пригласить кого-то в сборную? Я смотрю за тренировками всех команд, но кубинской команды, в особенности, не пропуская ни одной тренировки, мне нравится отдача игроков именно в тренировочном процессе. А что касается приглашения игроков в нашу команду в самородок, это мечта каждого тренера, и моя в том числе. И уже разговаривая с менеджером национальной команды Кубы, он выразил то, что они готовы рассмотреть эти варианты, но все остается за нашими руководителями. Спасибо большое, Виктор Николаевич. Я благодарю Вас за участие в нашей программе. А телезрителям хочу напомнить, следующий этап мирового гран-при по волейболу среди женских команд, который пройдет в трех группах, состоится в Японии и двух городах Китая. Всего в гран-при участие принимают 12 женских волейбольных команд из разных стран мира. Продолжаем выпуск. Началась эта неделя с шокирующего известия. На туристической базе лесная поляна медведь оторвал руку пятилетней девочке. После этого ЧП Россельхознадзор приступил к проверке всех загородных кафе и турбаз, где содержатся дикие животные. Что произошло ранним субботним утром на лесной поляне и почему так популярна сегодня мода на диких животных в нашем репортаже. По словам очевидцев, рано утром в субботу, когда родители еще спали, три маленькие девочки играли на территории базы отдыха. Внимание детей привлек этот котенок. За ним пятилетняя Полина побежала к клетке. Хотела его удержать. Протянула правую руку между железных прутьев. Но другая железная лапа схватила ее. Никого из родителей, персонала турбазы рядом не было. Это родители виноваты. У нас такого никогда не было. У нас когда приезжают родители с детьми, они всегда смотрят. Дожидаться приезда скорой помощи не стали. На попутках потерявшего сознание ребенка довезли до князя Волконского. Там противошоковая терапия и срочно в Хабаровск, в краевую детскую больницу. Врачам об искалеченном ребенке сообщили за 20 минут. Бригада операционная все было готово. В 10.20 к нам была доставлена девочка с ампутацией правой верхней конечности, множественными ранами лица, головы. Ампутация произошла в результате укуса медведем. Сложнейшая хирургическая операция длилась больше часа. Двое суток девочка находилась в реанимации. Этот случай медики назвали чудовищным. В их практике, когда жизнь спасают детям буквально растерзанным, хищниками редкость. Но каждый раз даже видавшие виды доктора не перестают удивляться, почему это происходит. Недогляд родителей. Естественно, те люди, которые держат диких животных, не обеспечивают определенный уровень безопасности. Гималайская медведица Света жила в лесной поляне 4 года. Пятимесячного хищника хозяину привезли в подарок. Так и осталось Света жить в просторном вольере, но без официальной прописки. Радовала посетителей, удивляла персонал. Ее здесь любили. Говорят, что животное отличалось добрым нравом, но хищник есть хищник. Медведь содержался без специального на то разрешения. Ограждение, там веревочка написано, что дети в пятилетнем возрасте читать не умеют. После трагического случая в Вятском Россельхознадзор проводит рейды по загородным базам, где содержатся дикие животные. Здесь, в 30 километрах от Хабаровска на территории придорожного кафе живет бурая медведица Настя. Пять лет назад приютить зверя попросили охотники. И сразу же медведица получила здесь официальную прописку. Оформили все. Под документами привезли, показали, как надо сетка держать, там делать. Правила охоты запрещают содержание хищника на турбазах без специального разрешения. Его выдает Россельхознадзор. Ежегодно сотрудники выезжают на место и проверяют условия содержания животного. Сетка рабицы здесь огорожена, чтобы посетители близко не подходили. Имеется купалка. Размеры вольера, толщина металлических прутьев, расстояние до посетителей не меньше двух метров. Все это зафиксировано в правилах. И владельцы турбаз обязаны их соблюдать. Если уж ты взял этого дикого зверя, то так создай условия, чтобы люди, чтобы этот зверь, не людей, не обслуживающий персонал, не домашних там, допустим, животных, тех же котят, не мог в любых условиях, не мог до них дотянуться и не мог их травмировать. Самый строгий контроль за правилами содержания хищников в дальневосточном зоосаде. Здесь живут восемь медведей. И сегодня сотрудники приступили к строительству дополнительных ограждений. Случаи, когда посетители пытаются залезть в клетку к хищнику, не редкость и в зоосаде, и в придорожных кафе. Поэтому владельцы турбаз не должны гнаться за модой и держать у себя диких животных, считает куратор дальневосточного зоосада Андрей Долин. Мы ласковые, нежные, но все равно это зверь. Какой бы он ласковый, нежный и пушистый не был, это зверь. И когда человек берет этого щеночка, медвежоночка, вот этот клубочек, он должен предполагать, что если ты его взял, значит, ты его вырастешь, выкормишь, и это будет уже здоровый, очень опасный и хищный зверь. Это во-первых. А во-вторых, я думаю, что все это должно решаться. Вот медвежонок остался уже, сколько дискуссий, эти диспуты ведутся. Все это надо решать на уровне каких-то нормативных, нормотворческих, законодательных документов. Хабаровский край край медвежий. Зверей много, и порой охотники, егеря просто отдают их знакомым, а те выставляют лесную диковинку на показ. Каждый хочет стать, видимо, маленьким этим Дубровским, что ли, чтобы медведь у него был, чтобы он такой выше всех и так далее. Ну и это же тоже, коль нет, пока у нас сейчас общество еще не готово к этому делу, тогда государство, тогда государство должно запретить категорически, и за это строжайшее миро наказание. Пока же четкая схема действия законодательно не прописана, и нет никакой гарантии, что посетители туристических баз находятся в полной безопасности. Сейчас по факту происшествия в Вятском проводится проверка, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Ситуация с затоплением населенных пунктов рядом с Дейской ГЭС повторится и в Хабаровском крае. Под водой из-за наполнения водохранилища Бурейской ГЭС окажется треть села Чекунда в Верхнебуринском районе и железнодорожная ветка Чекунда-Известковая. Оттуда уже началось переселение. Местные власти отвели для сельчан пятиэтажный дом в Чикдамыне. Однако большинство жителей отказываются переезжать в новые благоустроенные квартиры. Из Верхнебуринского района репортаж Бориса Кокурина. Чекунда – старейшее поселение в Верхнебуринском районе. Сегодня здесь около 300 жителей. Переселить надо 36 человек. Вот до этой отметки, как предполагают гидрологи, может подняться вода в новом водохранилище. Вся улица уйдет под воду. Это 9 двухквартирных домов, 18 семей. Все они получили жилье в Чекдамыне, сейчас постепенно переезжают. Валентину Ременнику уже за 70. Переезжать в Чекдамынь не согласен категорически. Хотя ордер на новую квартиру уже на руках. Живет он в Чекунде с 46-го года. Но противникам переселения его сделали причины не сентиментального, а скорее экономического свойства. У Елены Палаус дом на той же улице, что и у семьи Валентина Ременюка. Только в зону затопления официально не попадает. Хотя, по прогнозам, вода будет стоять в 5 метрах от калитки. Елене Николаевне это не нравится. Но она действует по старому принципу, решая проблемы по мере их поступления. Пока вода вон где. А когда уже подойдет сюда, тогда будет другое дело. Настя родилась в Чекунде. А вот Чапа местный, Чекдамынский. Других друзей в поселке девочка пока завести не успела. Семья Дикаревых переехала в райцентр недавно. Разместилась даже по Чекдамынским меркам неплохо. Пятикомнатная квартира в новом доме, построенном специально для переселенцев из Чекунды. Вот только устроиться никак не могут. Работы нет, огорода нет. А чтобы прокормить семью, необходимо зарабатывать как минимум 20 тысяч в месяц. Так, привыкаем потихоньку, а так не можем. В деревне лучше. С работы тоже. Везде эти деньги, везде эти справки. Вообще трудно. Кроме того, недавно построенный дом уже сейчас требует ремонта. В местной администрации считают, что это проблемы самих переселенцев. А переселенцы придумывают планы, как вернуться домой.